Бравые ребята в голубых беретах и тельняшках сегодня отмечают свой главный профессиональный праздник – День воздушно-десантных войск. Сразу несколько поколений десантников прошли торжественным маршем по улицам Чебоксар. Десантники – элита вооруженных сил. Это знают не только те, кто имеет отношение к военной службе, но и все гражданское население страны знает и гордится. Спасибо. Праздник к себе несет мужество, силу, отвагу нашего российского народа. Мы ехали с города Канаша и вся трасса нам сигналила. Мы ехали с флагами. Глава республики лично поздравил десантников с профессиональным праздником. Воздушно-десантные войска всегда выполняли особые боевые задачи. Руководство страны всегда возлагало определенную миссию и во время Великой Отечественной войны, и послевоенные годы. Вы никогда не боялись. Всегда имели свое мужество, храбрость, стойкость, смелость и боевое братство. О подвигах воздушно-десантных войск в годы Великой Отечественной войны, войны в Афганистане и на Северном Кавказе знает весь мир. Десантники всегда были сильны не только телом, но и духом. Это делает их практически неуязвимыми. Было тяжело, когда в горы ходили в Афгане, там 45-60 килограмм за спиной, жара 60. И вот чисто на морально волевых не просрамите родину, мать и так далее. Вот этим мы и выходили из положения. ВДВ это для нас все. Раз попал один раз, теперь уже на всю жизнь. Это самый главный праздник, важнее всех. Вопреки слухам о купании в фонтанах и разбитых о голову бутылках, у десантников Чебоксар свои традиции празднования. Ветераны ВДВ дают фору молодым бойцам, ведь главное для них не потерять сноровку, даже когда за 50. Впервые с утра в аэроклубе каждый год прыгаем на парашютах. Вот у меня сегодня я завершал 160-й прыжок. Это достойный пример для подражания. Глядя на старших товарищей, Андрей Алексеев стремится покорять новые высоты, несмотря на уже имеющиеся заслуги. В роте было 150 человек, всегда первые места мои. Воин спортсмен первой степени. Прыжки, как вы видите, у меня 6 за год службы. В последние годы все больше призывников из Чувашии попадают в ВДВ и, судя по отзывам командиров, хорошо себя проявляют. Ветераны этому очень рады, а тем, кто пока еще мечтает о голубом берете, напоминают. Тренировать нужно не только мышцы, но и душевные качества, силу воли, ответственность, готовность прийти на помощь. Ведь десантник – это не военная специальность, это своего рода идеология. Татьяна Филатова, Игорь Зверев, Республика.